приветствую вас все мои родные любимые сердце моему дорогие все те кто познал истину все те кто познал истину которая в любви ко всему божьему творению и соответственно познав есть эту истину приветствую всех кто живет по этой истине сегодня хотел сказать вы знаете кто знает в индии был такой не так давно есть даже видео записи документальные есть фильм про него документальный не один про такого индийского достаточно известного ну как хотите хотите для индии святого уже кто о нем слышал это махатма ганди вы знаете он однажды он был хорошо знаком с евангелием очень хорошо да по сути он был даже сначала пом христианином ну точно непонятно был ли он не был считал ли он себя или нет таковым ну и самого христа по плоти я там непонятно я говорю каждого знаете своя каша в голове вот но сказал однажды великую фразу вообще его учение его поступки они конечно многом говорят а вот он сказал ока за принцип ока за ока сделает весь мир слепым вы знаете вот только вдумайтесь в эту фразу вы все знаете как я отношусь к ветхому завету к тому что там написано как я его читаю я вам эти ключи давал в начале нашего чтения они стараюсь говорить всегда как пока мы читаем его периодически напоминаю вот сейчас хочу ролик в свободной опять форме записать ролик конечно же я хоть и назову там ока за ока глубже смысл тот который я вам говорил всегда истина она очень проста все что хорошее ты принимаешь все что плохое ты отвергаешь вот и все любую любые слова в писаниях ветхого завета очень легко распознать что такое истина вы же помните прекрасно что на самом деле конечно же махатма ганди не сказал ничего чего не говорил иисус и вы знаете сам иисус говорил что после меня и больше всего сотворить вы знаете образов глубоких мыслей притч конечно же их намного больше чем евангелие есть народные пословицы есть хорошие есть плохие есть в духе истине есть в духе лжи раз по понять их очень легко и распознать истину от лжи духа истина духа заблуждения очень легко распознавать ведь иисус в самый сус в нагорной проповеди вы прекрасно помните кто читает со мной евангелие в частности матфея в частности сейчас вот на дату выхода этого ролика на 3 ноября 2019 года только мы закончили как раз прям буквально вот несколько дней и эти стихи как раз разбирали и кто знает всю нагорную проповедь видит ее смысл глубокий контекст как иисус противопоставляет его евангелие его благую весть учение о любви к всему богом сотворенной причем делами любви да противопоставляет все это ветхому завету закону моисея не божьему закон на закону моисея и вы прекрасно помните как сам иисус и сказал вам сказано что око за око зуб за зуб а я говорю вам не протився злому но кто ударит тебя в правую щеку твою обрати к нему и другую и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку отдай ему и верхнюю одежду и кто принудит тебе идти с ним одно поприще иди с ним два просящему тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся вы знаете истину очень легко понять конечно же иисус именно этому учил но тот вот короткая действительно глубокое очень мудрое высказывание махатма ганди вы знаете нельзя просто пройти мимо и на его фундаменте как раз вы знаете я хотел вам сказать и донести простую истину очень простую конечно же иисус христос сам закончил свою нагорную проповедь начиная с того что ты если ваша праведность не превзойдет вашей праведности книжников которые знают и не делают и фарисеев которые делают но не то совсем да исполняет какие угодно предания человеческие заповеди но не живут по истине любви ко всему мирозданию те люди ничего не достигают иисус потом и в конце это еще раз повторит и в середине будет говорить но заканчивает он эту мысль свою по самому учению простыми словами они известны всем кто их называет золотым правилом кто бы не отвергал иисус и его в очеловечивание бога воплощения воскресение христова такие как лев николаевич толстой нам всем известный русский великий писатель да но при этом все знают прекрасно и эту фразу иисус называет и золотым правилом морали и истины всех веков да и так как хотите чтобы с вами поступали люди так и вы поступайте с ними и вот я хотел бы просто чтобы вы еще раз задумались на это действительно такой мудрый глубокой короткой мысли махатма ганди поняли на ее основании принцип сам и применяли его всегда и везде к чтению писания неважно библии ветху книг ветхого нового завета даже даже нового завета даже то что нам преподнесли под евангелием неизвестно кто когда и как написала кто когда и как перевел перетолковал и переписал нам вы всегда благодаря этому самому ключу принципу познания истины вам откроется все и все тайны и все правды и все лжи и все искажения все вам будет видно и вся истина око за око прекрасно сказал если мы будем жить по этому принципу весь мир будет слепым вы же помните прекрасно когда кайн убивает авеля бог не полагает этого закона наоборот бог всячески предупреждает ограждать чтобы никто мы читаем в библии в первых первых главах книги бытия о том что бог полагает даже какое-то якобы знамение неважно что это мы до конца не можем понять чтобы никто не трогал кайна тогда надо убить кайна и все а если убить кайна значит надо убить того кто убил кайна все зло она сжимается истина она она просто есть она расширяется она любовь зло ложь она сжимается принцип око за око как говорят там иисус пришел наполнить закон или что-то там дополнить это полная химии закон маисея ничего доброго не принес в этот мир этот закон шариата я все знаете как называю потому что если кто-то сравнивал закон маисея с мусульманством тот понимает что он равен не мусульманству а лишь крайне его правой ветки это радикального мусульманству который называет зачастую шариатом это не делает мир лучше если жить по этому принципу то мир сожмется и уничтожится вы знаете как острый я всегда поднимаю тему убийства беззащитных животных все пытаются кто уткнулся в эту библию кто в другие религии кто в какие-то вот такие же высказывания авторитетов неважно в какой сфере естественно оправдывают всякое зло я говорю слушайте что касается убийства мясо оно не с деревьев падает а то все пытаются убедить меня в том что мясо есть не грех мясо было бы есть не грех если бы она не появлялась вас на тарелке благодаря убийству беззащитного животного что рыба что яйца выслушайте вот разбитое яйцо со сами слова которым употребляем разбить ты разбил яйцо ты его уничтожил оно должно было породить жизнь вот задумайся над любым своим движением что оно дает толчок вечности жизнь или смерть добро или зло негатив или позитив каждое действие можно через эту принцип рассмотреть ты убил рыбу живое существо что оно должно было дать разве она ползло тебе в руки или плыло не ты его тащишь она тебе сопротивляется ты делаешь благо гречка картошка огурец они не сопротивляются они созданы богом такими животное на сопротивляется сравнивать конечно вы можете до такой глупости мне такую говорят ну да тогда огурец же он же тоже огурец дает огурец неживой поэтому и он и дает неживое а яйцо оттуда вылупляется живое существо свободное любящая жизнь ласкающийся к себе подобным это огромная разница конечно больные умы все начинают извращать но вы прекрасно понимаете я знаете как то я хотел я вот у людей тоже конечно я там новости просматриваю я в основном только контактом пользуюсь как так скажем социальной сетью мне он больше всего нравится как не знание там привычнее я вижу конечно же стены разных людей которые у меня подписаны получается там есть или как они как друзья вы знаете я замечал конечно вот казалось бы он звать себя христианином или там любящим кого-то а такие посты там кровь мечи какие-то злодеи я говорю слушай вы знаете я вот не могу так запомнить но своими словами скажу да есть карикатурные казалось бы это смешно когда монстр стоит с мечом и типа я добрый но там что-то если что я изрублю вам головы типа я в плохом настроении но вы поняли я жалко ни одного такого не стал на по на заметку братья не думал сегодня в этом ролике типа но когда я злой берегите там свои головы что не такое знаете типа я говорю слушай вот даже этот тип репостнул это причем ты не просто лайкнул это у тебя на стене то есть ты добавил к себе это это огромная разница кстати почему я отговорю всем тоже вы посты которые вы действительно хотите что-то в мир донести что-то светлое вы не просто лайкайте загружайте себе эти видео эти картинки чтобы они именно у вас были то что вся эта лента уходит ваши кто ваши друзья не зайдут ваши видео может быть какие-то знакомые или новые или старые это надолго сохраняется может периодически их перепощивать у себя но когда они у вас их же найти легко а лента ушла и потом и все и нет этой ленты да вот я вот как-то знаете я одному человеку написал и раз слушать ты вот вот задумайся я говорю вот ты написал пост что там типа трублю голову или что-то такое да он пошел к следующему следующий следующий ты не думаешь что этот закон бумеранга он работает он дойдет до тебе вот ты написал сделай ближнему добро до послал поцелуй объятия еще что-то любое добро и а ногти это сделал этом этого это же все знают это настолько банальные вещи вы знаете мы не просто не хотим задуматься над своими поступками и вот такое ты бросил кажется мелочь нет это не мелочь мы все жалуемся почему нас не любят ближние какие-то друзья знакомы родственники человек на улице какой-то гневно агрессивный а потому что он живет вот этим казалось бы ты просто случайно его задел в маршрутке и все и он взорвался причем ты извинился а вот именно поэтому вы задумайтесь что вы постите вот эти все с подковырками где вы не не истину несете пусть на разные сферы я не говорю что на прямо упереться в одно есть добро есть любовь есть терпение плодов духа много есть радость есть шутки шутки вы должны вдуматься какая-то шутка что она несет в себе помимо шутки да можно поржать но над чем над злом что это несет я вот почему игру я взял казалось бы вот такое маленькое высказывание очень глубокая махатма ганди а хочу сказать такие серьезные вещи это очень важно это в каждом поступке в нашем важно да что мы этим снесем я грю плоды духа есть и радость это может быть шутка но очень разные бывают шутки понимаете вот отрубленная голова чья-то это да можно посмеяться и возвращенном состоянии когда человек находится ему все смешно но потом все это проходит вы знаете эти эти смеш этот смех проходят тогда когда это касается тебя и вот тот кто задумывается я думаю что это принесет благо вам я уверен вернее конечно это неправильно даже говорю я знаю что это принесет благо вам и всем окружающим вы знаете можно быть святым и счастливым святость это не закупливание в пещере перри с перебиранием четок нет это просто жизнь человека это человек от которого сходит действительно добро и свет это любовь и терпение и благость и милость и упование и кротость а нечиславие и смирение не гордость да это так во всем причем вы знаете это проявляется во всех делах жизни наших кажется что это не так а это так когда вы задумываетесь вы поменяйте свою жизнь но это что я уже практики видите перемешал я хотел вообще на это отдельно ролик записать ну теперь думаю не буду здесь так сказал а вот конечно основная цель моя была хочу чтобы еще раз вы уяснили суть суть вот эту действительно очень настолько простую настолько банальную о чем говорил иисус им и те многие кто на то же самое хатма ганди я говорю конечно же кто знает в принципе можно так сказать и вырос на христианстве тоже он очень хорошо с ним был знаком это очень просто все вы подумаете что это даст в любую любой поступок направьте вечность или бумерангом это раз как иисус сказал действительно потому что вечность легко в вечность можно все зло бросить я сказать да ладно там конца нет конечно же господь и сказал идеальный закон в котором вы все поймете это как поступают с вами так поступайте вы об этом сказал и махатма ганди я имею ввиду что задумайтесь даже если вы бросите это в вечность и пусть на том конце кто-то стоит конечно нам очень есть разница иранов между тем что сказал махатма ганди и иисус да в этом даже махатма ганди здесь можно сказать даже выше немножко да но это правда выше для тех людей кто познал истину кто действительно понимать что дело даже не в том что до меня дойдет как иисус правильно сказал тебе это коснется это вернется все бумерангом то поэтому поступать таксиком как ты хотел я бы не хотел чтобы не око за око я бы не хотел чтобы если я кому-то в маршрутке на ногу наступил мне тут же он в ответ наступил нет я хочу просто извиниться и человек сказал да конечно ничего страшно так бы я хотел чтобы я сам так должен поступать потому что если он наступит мне а у нас тут обязательно еще с больше силы я должен быть наступить ему уже с этой силы это ни к чему не приводит и только погашение зла в себе и наоборот извергание всегда из себя добра это путь вечность да вот но задумайтесь в том конечно когда вы приходите уже в истинное божественное состояние пусть даже так вам никогда не вернется что это сделает в проекции пусть весь мир кроме вас слепым станет новая часть этого мира и до вас это конечно все ромда докатиться поэтому я говорю на самом деле мысли суса она истине и глубже да но даже махатма ганди говорит вот и на весь мир сделается слепым в принципе ты он конечно это подразумевает вот и все ну так игру в вечность бросьте свой поступок любой любой свой слово вот око за око да так и будут слепыми все нагрева концовки мир хоть и вечен бог вечен но на самом деле вот именно он вечен тут образ круга очень хорош это все равно к тебе вернется этот же человек сделает тебя слепы просто задумайтесь я грубит твой пост он может пойти куда-то пусть левому человеку ты-ты-ты-ты до концовки это может дойти до твоего ребенка и твой ребенок поступит так как здесь написано если ты пошлешь что-то хорошее посыл какой-то возможно твой ребенок который может быть с тобой в ссоре твой сын твоя дочь твоя родитель твои друзья увидят этот пост и примиряться с тобой я какие-то образные случаи беру вы понимаете даже не пытаюсь их там разжевать конкретизировать это очень важно это очень важно важно делать это важно говорить об этом мы все хотим жить в царстве небесном мы все время возмущаемся что где-то что-то война где-то что-то какие-то конфликты и мы знаете мы осуждаем только крайний случай а что до этого дошло именно благодаря нашему где-то вот и на безразличию нашей холодности нашим вот этим вот попущение мелкому зла казалось бы которая кстати когда летит бумерангом она на себя все собирает и возвращается она не тем бумерангом который ты бросил ты пошутил насчет того что я добрый пока не беру в руки меч и вы мне не нравитесь да я говорю и вот надо было какую-то приблизительно взять таких полно конечно в интернете то к тебе вернется это не просто это шутка вернется тем что придут до как в твой дом отрубит тебе голову взяв завладев твоим имуществом потому что эта шутка потихоньку кто-то ее принял в сердце и пошло поехало поэтому знаете если вы хотите действительно сами измениться сами жить в мире нормально и в будущей земле в будущем в царстве небесном там будут только такие люди это люди из которых исходит только свет и только любовь и только добро и только мир и только радость и только кротость только смирение это очень важно это очень важно и так распознается любая истина я конечно игру конкретную мы сегодня большую даже хотел все-таки под хотя ведь разные темы затронула основной мыска тортил донести это критерий истинности это не а чей-то авторитет святых или по цвет их там отцов или бабушек или дедушек кого угодно проповедничков вот таких как я блогеров или еще не истина очень легко поступать другим так как поступают как хочешь поступали с тобой делает то поняв то что если это тебе вернется это хорошо или плохо казалось бы я говорю банальные вещи но о них приходится говорить бывает знаете какая-то еще вот дополнительный мазочек нам не хватало или какого-то волшебного пендаля как я говорю и мы бац и попадаем в область истины вот мне это конечно же фраза махатма ганди очень понравилось казалось бы все это понятно все как да все все работает да но только игру может быть для того кто почему-то считает что ветхий завет и новые это одно и то же это там наполнение дополнение не око за око делает весь мир слепым а добро воздавание добром за зло делает мир лучше это вот эта истина вот и все и так вы все найдете в писании любой любую ветхом завете где будет читать в любых религиях в словах любого проповедника в своем сердце понять что есть истина что есть ложь очень легко очень легко вот живя по такому принципу мир станет лучше в законе бумеранга в законе вечности долго будет это кровавая бой не продолжаться или закон мести вот и все я с вами прощаюсь надеюсь что-то для вас открылась было полезным назидательным всех по-братски обнял поцеловал всем желаю быть не просто слышателем и праздными и уподобиться людям безрассудным а действительно познавая истину жить по ее закону и этот закон любви ко всему божьему творению начиная с тех беззащитных существ которые есть на этой земле заканчивая даже тем кто готов нас распять на столбе что интересное и нет а а а а а а а а а и а Продолжение следует...